Всем привет! Добро пожаловать на первый урок в серии Школа Роблокс 2020. Первый урок летний, потому что был большой перерыв. Я начну рассказывать некоторые нюансы, которые изменились в Роблоксе со старых времен, и которые я, может быть, пропустил. Потому что у меня действительно есть занятия по Роблокс Студию без программирования, когда мы учимся редактировать. Давайте сейчас рассмотрим редактор местности, Terrain Editor. Сразу хочу сказать, что по Роблоксу документацию сейчас они обновляют хорошо. Так что можете читать хоть с Google Переводчиком, кто английский язык знает, и так можно читать. Все сделано довольно подробно, почти не отстает текст от того, что в Роблокс Студию. Ну а кто давно с Роблокс Студию дружит, те, наверное, знают, что обычно в студию тут все более новое. Идешь читать подсказку на сайт, а там этого нет. Ну давайте начнем с интересной штучки, как импортирование местности. Дело в том, что многие начинающие создатели игр Роблокс обычно заканчивают свой опыт тем, что рисуют какую-то красивую карту с горами, с лесами, и все, на этом все заканчивается. Потому что они потратили много времени полезного, хотя могли делать, учиться скриптам и так далее. Итак, в Роблокс Студию не очень удобно рисовать местность, не очень удобно делать горы. Ну вы, наверное, знаете с помощью таких средств редактирования, как... Ну мы к ним, кстати, вернемся. Ну видите, я что-то нарисовал, мне это все не нравится, нужно увеличивать, там, сглаживать и так далее. Давайте посмотрим на... Кстати, очистить всю вот эту вот землю, всю вашу местность в Плейсе Роблокса нужно по кнопочке Clear. Очистили. Давайте рассмотрим самое интересное, мне по крайней мере, потому что это очень ускоряет создание Плейсов, это импортирование. Для импортирования, вот у нас есть такая менюшка, что за импортирование? Импортирование это значит создать местность из чего-то, в данном случае из картинки. Мы можем нарисовать какие-то картинки и загрузить их в наш Роблокс. Ну вот давайте, у меня тут пара картинок есть. Так вот, выбираем вот эту картинку. Давайте немножко вернусь в сторону, как картинки, так называемые Assets. По-русски это, как говорится, активы, но мне это слово не нравится. Я смотрю, что Роблоксисты российские перенимают английские названия и как жаргон их используют. Так, как нам добавлять картинки в вашу игру? Идем в View, смотрим Game Explorer. Вот у нас появился Game Explorer и делаем импорт. Нажали импорт, он спрашивает, что мы хотим сюда импортировать. Ну, например, картинки. Вот я выбрал две картинки, они импортировались. Внимание, перед тем, как я начал писать урок, эти картинки проходили модерацию. Знаете, что такое модерация? Дело в том, что много хулиганов, в том числе и из наших стран, любят загружать в Роблокс какие-то нехорошие картинки. Ну, с неприличными словами, допустим. Вот, и поэтому автоматизированную загрузку картинок запретили. Я загрузил эти две картинки, я их вижу в своей игре, но я иду в редактор Terrain, иду в импорт, нажимаю сюда, и мне после выбора картинки она сразу удаляется. И здесь появляется красная надпись. Извините, ваша картинка еще не прошла модерацию. Это значит, специальные люди сидят и смотрят, все ли хорошо на этой вашей картинке. Если там не все хорошо, то ваш аккаунт, вот мой аккаунт, у вас тут ваш аккаунт, ставят галочку, ну или даже счетчик. Этот хулиган нахулиганил один раз. Когда вы так нахулиганите определенное количество раз, вас просто заблокируют. Так что не надо портить жизнь другим и себе. Например, вы сделали супер-супер классную игру, и вставили какую-то туда там картинку, ну случайно, допустим, не подумав. И вашу супер игру могут заблокировать. Обидно? По-моему. Итак, возвращаемся опять к редактору местности. Вкладка Create, создание, импорт. Импортируем, выбрал картинку. А, ваша игра обязательно должна быть опубликована. Паблиш. Иначе вы не можете в нее добавить ассета, и не можете здесь выбрать. Видите, ссылка идет не по названию какого-то файла, а ссылка идет по идентификационному номеру вашего ассета. Эту картинку, которую мы загрузили, вот эту, ее можно использовать как наклеечку потом на стену, куда угодно. Так, давайте рассмотрим дальше пункты. Позиции. Это где создавать нашу карту, центр ее. Где будет находиться ее центр. По x, по y, по z. Кто забыл, что такое x, y, z, вот у нас есть тут кубик. И он показывает, что вверх у нас y ось смотрит. Вот, кстати, если мы нажмем Front, то вот мы как бы смотрим спереди. Топ это смотреть сверху. Нажали. Так. Что-то у меня мышка медленно двигается. Но не важно. Итак, мы никуда двигать не будем. Но хотя я покажу, как эти значения влияют. Дальше. Какого размера мы хотим создать нашу местность? Я ее создал в ширину 1024 стада. Помните, что такое стады? Стады это вот эти пупырышки, как лего, на наших детальках. Все расстояния, все размеры измеряются в стадах. В Роблоксе. Так. Ширина 1024. Высота. Ну, точнее, глубина в данном случае z ось 1024. А высота 100. Дело в том, что Роблокс получает картинку, но он не знает, какой самый низкий делать. Какая высота для черного цвета и какая высота для белого цвета. Вот давайте я сделал сотню. Значит, у нас получается, самый низ будет на нуле, потому что, видите, мы у здесь тоже сделали ноль. А самый высокий, какой-то уровень нашей местности будет не больше 100. Давайте даже попробуем вот так. Давайте десяточку сделаем и посмотрим. Импортируем. Вот появилась моя картинка. Она очень похожа, но тут немножко повернута, да? Вот давайте вот так развернем. Кстати, довольно интересно, почему картинка развернута. Так. Ну, мы видим какой-то эффект. Мы видим, что все здорово. Давайте добавим 100. Попробуем эту же картинку. Еще раз импортируем. Кстати, напоминаю, что Roblox не стирает местность. Он попробует просто добавить сверху. Как-то внедрить ее. Так. Вот я уже вижу высоту. Так. Давайте подлетим клавиатурой. Поближе. Так. Мы видим, что у меня звезды здесь разной высоты. Если посмотреть внимательно на эту картинку, то видно, что самая высокая угловая звезда. А эти будут чуть-чуть темнее. Не белый цвет, а чуть более серый цвет я использовал. Вот эту звезду я вообще нарисовал. Звезду с помощью градиента. Вот здесь у нее белый цвет, потом более серый, серый, серый и ближе к черному. Кстати, эффект довольно симпатичный. Получается склон горы. Так. Ну и тут я рисовал какие-то улицы плоские. С какими-то холмиками, ответвлениями. Эффект, по-моему, замечательный. Давайте попробуем теперь еще сделаем. 255, например, высоту. Посмотрим, как изменилось. Из одной и той же картинки у меня... Мне ничего не пришлось менять. Мы просто получили уже более высокую местность. Давайте теперь поиграем вот с такими вещами. Давайте сделаем сотню. Отчистим. Опять импорт. Так, сотня осталась. Давайте импортнем один раз. Кстати, кнопка не горит. Ну, я должен выбрать картинку. Так, и кнопка импорт. Ага, она горит. Если кнопка не горит, то просто меняем здесь любую цифру. Видите, я число не изменил, но тем не менее, кнопка загорелась. Если она у вас не горела голубым цветом, на нее нажать нельзя было. Симпортировали. Теперь мы хотим еще один слой получить в нашу игру. Тогда мы давайте сделаем здесь, например, 110. И еще раз импорт делаем. И посмотрите, что у нас вышло. Получилось, первый слой импортировался. Вот он, внизу. И сверху я задал высоту 100. Появился еще один слой. А если мы сдвинем по x, например, на 50. И сделаем высоту 200. Еще раз импортируем. То у нас та же местность, но уже со сдвигом. Со сдвигом. Бок. Появилось. Так, ну сдвиг тут маленький. По отношению к ширине и высоте нашей генерированной карты. 1024. Не такой уж большой. Давайте сделаем... А, ну ладно. Хватит с этим играть. Давайте посмотрим, что за последней опцией осталось. И на этом маленький урок закончен. Я обещаю, что скоро будут еще несколько уроков. Использовать Color Map. Color Map на русский переводится карту цветов. Ну, вы можете догадаться, что у нас есть, конечно, материалы, которые мы рисуем. Есть цвета. Так, ну давайте редактора введем. Так. Или давайте даже в редакторе посмотрим. Так, вот у нас есть цвет. Paint. И можно раскрасить нашу сгенерированную местность уже какими-то материалами. Но это все тоже не очень весело. Давайте пока я здесь в Paint. Давайте я расскажу интересную вещь, которая позволяет лучше редактировать. Ну это понятно, какой кисточкой вы рисуете. Размер кисточки. Видно, что больше он стал. Дальше. Где точка привязки нашей кисточки? Если bot написано, то это означает, что вот где наш курсор, белая стрелочка, то это означает, что это место касается шара в самом-самом его низу. Так что если я сейчас рисую, видите, здесь двигаю, то никакой покраски нет. Мне нужно заехать сюда, чтобы шар начал касаться. Так. Цен. Это центр. Это означает, что курсор находится в центре нашего шара. Но тут уже легче все красить. А топ. Это означает курсор на самой вершине этого шара. Тоже здесь все сверху не будет прокрашиваться. Но зато внизу там что-то будет у нас прокрашиваться хорошо. Давайте сделаем центр. Это привычно. Кстати, кто не помнит, Ctrl-Z. Можно отменять все наши неудачные манипуляции. Редактирование. Так. Plain Lock. Классная штука. Plain Lock ставим. Видите, сеточка появилась. Она как бы дышит. Вот я двигаю курсором, двигаю, не нажимаю ничего. И сетка показывает уровень. Уровень, на каком уровне мы ее редактируем. Например, он устанавливает эту сетку, высоту этой сетки, именно там, где находится в данном случае курсор. Так. Ну давайте на самый, вот, не на самый верх, сюда поставили. Зажимаю и начинаю рисовать. И помните, что у меня Plain Lock стоит. Так, ребята, мне уже это не нравится. У меня слишком большая кисточка. Так. Большая кисточка. И давайте мы ее сделаем. Ну ладно, пусть так. Прокрашивает она слишком глубоко. Итак, опять Plain Lock. И пытаемся красить. Во, отлично. Теперь кисточка маленькая. И с Plain Lock вот видно, что я только по сетке. Я сейчас вправо-влево быстро-быстро рисую. А так как у нас Plain, это значит какая-то плоскость заблокирована. Не заблокирована, а разрешено только в плоскости рисовать. Вот она и рисуется. А дальше, как бы я там курсором не двигал, ничего не рисуется. Это очень удобно, чтобы не было случайных перекрашиваний каких-то важных вещей. Так. Ну, Snap to Grid. Это понятно, что у нас перестанет мышка двигаться. Здесь не видно. Почти. Видно это в основном Snap to Grid, когда мы маленькой кисточкой, когда мы приблизим. Будет двигаться она рывками по этой сеточке. Про Grid мы еще поговорим в других местах. Ignore Water. Это игнорировать воду. Например, у вас уже здесь вода налита. Если вы игнорирование воды не включите, то вы сможете воду случайно заменить каким-то материалом. Так. Это сделано для того, чтобы красивые реки не портить. Если вы первыми вставали. Ну, понятно, это выбор материала. То есть здесь все просто. Дальше. Что у нас еще здесь можно посмотреть? ADD вы, наверное, знаете. Просто если мы держим курсор... Сейчас я сделаю... Так, давайте материал выберу какой-нибудь. Так. Если мы держим курсор, то он просто наращивает. На текущую высоту он добавляет кисточку. Кисточка любой формы может быть. Scoop, цилиндр. Цилиндр, по-моему, в прошлом году добавили. Неплохая штука, кстати. Вот. И вот прикольно, что я где-нибудь начинаю рисовать цилиндр. Щелк, щелк, щелк. У меня курсор Plane становится наверх уже отрисованный. И у нас можно вот такие колонны очень быстро рисовать. Далее. Так. Здесь можно делать кисточки разных. Разной высоты. Можно, например, делать сразу колонну высокую. Видите, я у нее высоту сделал. Так. Можно сделать наоборот ее очень низкую, но широкую. И будет такая шайба плоская. Так. Замочек это для того, чтобы у нас автоматически и высота, и ширина, ну, размер основы нашей кисточки, чтобы он менялся одновременно. Снеп-то грид, понятно, это значит привязываться к сетке, генерировать воду. Все то же самое. Автоматериал, это сделана такая штука, что когда у нас уже чем-то нарисовано, например, песком и травой, если мы что-то начинаем двигать, то он автоматически пытается взять тот материал, который уже был, и как-то попытаться сделать гладко, сгладить. Иногда получается нормальный эффект, но обычно вручную все равно приходится гладить. Обычно вы должны эту штуку отключить, нарисовать своими материалами, а потом уже сглаживать. Так, абстракт, это примерно то же самое, но теперь оно вычитает, как бы вырезает, вместо формы кисточки, на том уровне, на котором вы нажимаете. Понятно с высотой, где у нас находится точка привязки кисточки, внизу, в центре и вверху нашей кисточки. Привязка к сетке понятна, игнорирование воды тоже понятно. Так, Grow интересная штука. Если мы нажимаем и держим курсор, то у нас идет рост автоматически. Так, что я ничем не шевелю, я просто зажал кнопку, держу, и вот у нас потихоньку растет. Растет холмик. Вот, тут тоже все понятно. Автоматериал точно так же работает. Эрозия. Вы, наверное, знаете, что когда весной идет дождь, ну не только весной, то у нас происходит эрозия почвы, появляются всякие овраги, размывается земля, ну вот примерно то же самое. Это наоборот. Grow это значит что-то растить, а эрозия, она, например, когда мы держим курсор, у нас потихоньку земля и какой-то другой материал испаряется. Муст это сглаживание. Вот у нас есть острые какие-то углы. Если мы курсор здесь задержим и будем держать нажатым, то у нас потихоньку идет сглаживание. Вот я нажал и держу. Идет вот сглаживание местности. Flatten. Относительно недавно добавили в Roblox. Это, например, у вас нарисованы красивые горы, холмики, и вы хотите сделать быстро плоское место под дома. Так. Размер побольше сделаю. Вот. Так, тоже нужно курсор держать. Он потихоньку все более плоским делает. Так, давайте как. Компьютер медленный. Ну, в принципе, он должен... Вот мы видим сетку. Видите, сетка. Он по этой сетке должен сглаживать. Вот как вы сетку видите, потихоньку, если будете долго держать, то все станет плоским, как эта сетка. И видите, ямы тоже заполняются землей. С отставанием тут до курсора пока не доходит. Но видно, что ямы заполняются. Просто есть три режима. Первый режим – это эрозия. Он значит, если какие-то есть ямы, он их ниже уровня нашей сетки. Он их не будет заполнять. Ямки останутся. Второй режим – это означает, что останутся как раз вещи, которые выше уровня текущей сетки, текущей плоскости. Так что все ямки потихоньку заполнятся. Но за то, что торчит немножечко вверх, выше нашей плоскости, оно останется. Ну, в принципе, по картинке видно. По умолчанию третий режим. Значит, он и ямы засыпает, и холмики немножко разрушает. Так, здесь все понятно. Здесь все то же самое. Так, Fixed Plane. Можно задать координату. Вот вообще, чтобы все четко делать, как делают профессионалы. Вы думаете, они без этого что-то делают? Нет, конечно. У них уровень обычно запланирован, нарисован на бумаге. Высота уровня, ну, океана у них где-то записана. У них где-то есть записи, например, по уровню земли в городе. Уровню, ну, извините, что я такими простыми словами говорю. Вот. Так вот, можно просто по координате Y. Можно, например, задать 250. Так. И теперь, где бы я не сглаживал, все это будет сглаживаться вниз, в данном случае до высоты 250. Это очень удобная штука, потому что, когда мы двигаем курсор, у нас все время высота скачет. Давайте я эту уберу. Fixed Plane. Видите, сетка, как далеко она, какие маленькие сеточки. Движу ближе, двигаю ближе, вот они большие стали. И можно случайно не на тот уровень попасть и испортить себе что-нибудь. Так. Paint. Это значит, ничего не меняет в высоте нашей местности. Просто мы меняем материал на выбранный материал из палитры материалов. Все остальное, все то же самое. Так. Уровень моря. Ну, давайте посмотрим. Давайте я сотру. Еще, кстати, я вернусь. Мы еще вот эту вещь не рассмотрели. Так. Делаем очистка. Делаем импорт. Здесь я 0.0. Давайте посмотрим на уровень моря. Так. Не давала кнопка мне нажать себя, потому что у нас был включен использовать Color Map. А я его не выбирал. Мне он не нужен. Итак, импортировали. Давайте посмотрим на уровень океана. Так. В данном случае уровень мирового океана, уровень моря. Так. Немножко спускаемся. Здесь у нас уже какой-то уровень задан по умолчанию. И, кстати, в принципе, относительно неплохо. Давайте попробуем его сделаем. И в Apperate кнопка есть. Это значит испарить. Если где-то у нас в этой области есть вода, она испарится. Но нам нужно создать. Создали. Вот вода. Вода создалась. Так. Можно, кстати, курсором двигать. Давайте испарим воду. Вот водичка у нас исчезла. Так. Я хотел про уровень воды. Посмотреть. Как у нас этот уровень. Ага. Так. Ну, здесь можно тоже вручную, получается, менять уровень. Давайте опять делаем Create. Вот. Create. Вода. Все залила. И в Apperate. Ну, причем вода, если я делаю в Apperate, она, видите, внутри. Внутри испарилась. Движок не позволяет Roblox-овский, чтобы вода лилась по-настоящему. Поэтому остаются такие пазухи, как в играх, например, Mario. Если вы играли в современные 3D-игры Mario, вы, наверное, видели уровни, где есть вода, висящая в воздухе. Вы можете допрыгнуть до этой воды и в ней уже внутри прыгать. Так. Ну, все это понятно. Мы рассмотрели все инструменты вкладки редактирования Edit. Давайте посмотрим быстренько то, что осталось мне. Цветовую карту. Карту цветов. И, наверное, про регионы уже скажу. Там, конечно, понятно. Вот я сделал цветную карту. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Так. Наверное, нужно клир. Еще раз давайте я сделаю. Иначе будет накладываться. Смешиваться. Итак. Карту высот, как мы уже делали. И карту цветов. Импортируем. Ну. Я вижу, что у меня даже некоторые угадываются, конечно, формы с этой картинки. Но каких-то нет. Потому что неправильные цвета использованы вот в этой палитре. Давайте обратимся к Help. Так. Про импортирование можно посмотреть. Смотрите, какие симпатичные карты. И из такой карты получается, например, вот такая горная местность. Здорово. Так. Давайте посмотрим про Color Map. Color Map. Вот. У нас есть табличка. Вы можете здесь RGB значение. Можно отсюда можно прям скопировать, сделать скриншотик и вставить свою картинку рядышком где-то и палитрой брать, пипеткой брать этот цвет и рисовать. Если бы я использовал вот такие вещи, то тогда бы у меня появились четко материалы нужных цветов. Ничего бы не пропало. Почему что-то пропало? Потому что вот есть воздух, например, белый цвет это воздух. Теперь понятно, почему у меня много белого цвета, поэтому все, что ровно белым цветом, оно исчезло. Вот. А все, что было немножко более серым, ну, осталось. Так. Что нам тут еще говорят напоследок? Ну, подсказки по поводу масштабирования. Так. Нужно помнить, что у нас все в стадах импортируется и что у нас местность внутри роблокса хранится в виде вокселя. Я хочу урок сделать про генерацию местности и мы там про вокселя поговорим. Генерацию местности из скрипта. потому что у нас на самом деле в роблоксе местность каждая ячейка она состоит не из одного кубика. А там несколько этих кубиков. Вот я сейчас не помню их там по-моему сколько три слоя ну трижды девять где-то вот столько кубиков. Необычно там все это сделано. Сделано для того, чтобы очень гладкая местность чтобы можно было сглажено делать. А, ну вот вообще-то тут написано что один пиксель в вашей картинке это один воксель и воксель у нас четыре стада. Например, если у нас сделана карта картинка пять на пять пикселей вот эта вот картинка пять на пять пикселей то в результате она создаст некий квадрат из двадцати на двадцать на двадцать стадов. я думаю можно этим голову особо не забивать можно все равно считать что один пиксель это у вас одна какая-то ячейка местности а потом вы можете это все смасштабировать как вам нужно. Так, ну и написано что если вы меняете масштаб при импортировании вот у нас есть масштаб я задавал в данном случае чтобы ширина нашей картинки получалась тысяча двадцать четыре в данном случае наверное имеется в виду уже в окселе то что написано и на двадцать четыре высота если мы сделаем например вот так так импорт сделаем тысяча двадцать четыре у меня я вам говорил 256 на 256 давайте я сделаю 50 на 50 выбираем и генерируем так что у нас тут за чудо такое получилось так да слабо конечно можно узнать картинку дело в том что при масштабировании многие пиксели просто были вырезаны и через них перескочило давайте попробуем сделать 256 как мои картинки 256 ну тут уже ближе и видно из-за сглаживания как искажены наши звездочки поэтому вы видели что очень хороший результат получался если мы масштабируем и увеличиваем сильно больше чем наша картинка ставим размеры так да ну вот такие вот звездочки мне уже нравятся и мне нравится очень наклон этой звезды можно использовать подобные эффекты где угодно и так что у нас осталось теперь осталась работа с регионами select с помощью курсора select мы можем жалко что в этом режиме не работает кнопка F вот я привык с объектами работать больше в робоксе так и поэтому высота на уровне курсора ну помните как мы уровень план рисования играли ну вообще-то интуитивно понятно вы тут наверное видите и так вот мы выделили какую-то местность теперь можем ее двигать двигать проще всего стрелочками как мы двигаем объекты так ну можно Ctrl Z и вернуть все назад Resize можем изменить размер Resize сделаем например в два раза делаем меньше шитно вот ну видно что это произошло вернули опять выделяем какой-нибудь кусочек и попробуем этот кусочек так я хватаю заверну чтобы выделилось со звездочками с холмиками делаем Rotate Rotate очень похож на поворот но у меня стоит где-то блокировка что на 90 градусов только поворачивать где же это у нас стоит это стоит у нас по-моему я не помню нет у меня здесь не стоит такого это означает что в редакторе в редакторе своей настройки окей значит поворот на 90 градусов так дальше можно копирование нажать копирование скопировали с красивым эффектом если вы видели теперь можно поставить курсор там по-моему центр центр будущей области будет находиться где у нас привязка или же так или же левый нижний не знаю ближний дальний угол так нажмем топ чтобы сверху смотреть делаем пейс да вот в данном случае у меня как будто бы точкой привязки был угол правый нижний так давайте сюда еще щелкнем сейчас посмотрим так опять делаем пейс да точка привязки вот этот угол у меня являлся нигде эту привязку менять здесь нельзя помните мы когда мы рисовали кисточкой что-то дд вот у нас был была привязка так-так-так с регионами так дд вот вот это вот точки привязки таких настроек нет к сожалению когда мы с регионами работаем ну в любом случае я не знаю я в реальной жизни я этим не пользовался мне проще подрисовать что-то чем копировать уже готовый элемент а кстати вот когда мы делаем импорт из картинки мы можем сделать например у вас есть остров и на нем 4 одинаковых города вы можете нарисовать какую-то местность какие-то дорожки города один раз а потом меняя позицию его генерировать сначала в этом месте потом добавляем к иксу например 2000 делаем опять импорт и у нас второй город местность под городом появилась вот здесь потом делаем сдвиг по Z чтобы куда-нибудь вниз или в ту сторону сдвинуть и еще раз нажимаем импорт и у вас опять город генерируется так вот регионы регионы студия у меня скорость движения курсором не отрегулирована медленно движется так ну fill fill это заполнить мы можем заполнить например водой нажали fill вот у нас водичка появилась можно сразу изменить какой-нибудь другой материал поставить и вот у нас такое сращивание происходит вот кстати в help help там по-моему вместо fill до сих пор стоит так merge empty ага понятно так ну про merge empty давайте посмотрим мне интересно что за merge empty на этом урок у нас наверное закончился так давайте я сразу поезд делаю вот merge empty когда вы выделяете какую-то область вы также иногда выделяете случайно захватываете воздух внутри этой области и когда вы редактируете эти области двигаете масштабируете и так далее если включен merge merge empty переводится как склеивать пустоту объединять пустоту если эта опция включена то получается вот такая вещь если понятно в общем при любом копировании при двигании и так далее заполнение fill если у нас есть небольшие области с воздухом то у нас в результате произойдет такая спайка если мы эту опцию не включили вот эту опцию то у нас в результате останутся вот такие пустоты ну что я считаю что про редактор подробно все рассказано мне вообще нечего больше добавить все опции есть ага ну на этом заканчиваем урок можно слать донатики подписываться задавать вопросы под этим видео я постараюсь на все вопросы по теме этого видео ответить всем пока спасибо спасибо